Модернизация в нашей стране Модернизация в нашей стране Модернизация в нашей стране А это повышение энергоэффективности нашей экономики Развитие новых энергетических, информационных, телекоммуникационных и медицинских технологий От успеха во всех этих проектах зависит качество жизни наших людей Уважаемые коллеги, все, что я сейчас говорил, модернизация Это, конечно, не сама цель Это лишь инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы В экономике, в социальной сфере Поддержать тех, кто в этом более всего нуждается И создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся То есть наших детей, нашей молодежи Ведь модернизация осуществляется прежде всего для них Нам не должно быть стыдно за то, какую страну мы передадим нашим детям и внукам Но не менее важно, в каких руках будет находиться судьба России 26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране Должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми Стать ее достойными гражданами Это задача номер один для всех нас Общество, в котором на деле защищают права ребенка И уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее Это общество быстрее и лучше развивается Мы должны повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям Развивать программу родового сертификата и систему восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни Новорожденных с низкой массой тела Надо также увеличить господдержку лечения бесплодия с применением в том числе технологий экстракорпорального оплодотворения Второе. Необходимо провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц Повысить квалификацию их сотрудников На эти цели путем софинансирования региональных программ уже со следующего года должны быть направлены значительные ресурсы Не менее 25% средств, совокупно выделяемых на модернизацию здравоохранения, должны пойти на развитие детской медицины Сегодня уже к первому классу школы сложности со здоровьем выявляются почти у трети детей Еще более удручающие показатели обычно у подростков диагностируют Отклонения по здоровью имеют две трети из них Я поручаю, начиная с 2011 года, проводить их углубленную диспансеризацию Особое внимание нужно уделить вакцинопрофилактике, доступности для детей и подростков, качественных лекарственных препаратов И ранней диагностики у них туберкулеза, онкологических и иных опасных заболеваний По мнению экспертов, главный путь преодоления демографического кризиса Это радикальное увеличение количества семей с тремя и более детьми Поэтому я считаю, что для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования В некоторых регионах, например, насколько я знаю, в Ивановской области При рождении третьего ребенка решили бесплатно выделять земельный участок под строительство жилого дома или дачи Это очень правильная мера и пример, в то же время, для других территорий Считаю целесообразным сделать эту практику повсеместной Поручаю правительству совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных земельных участков Под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребенка Очень болезненный для молодых семей вопрос Вопрос о детских садах О местах в детских садах Куда бы я ни приезжал, где бы я ни был Практически всегда во время встреч с людьми Мне задают этот вопрос На начало года в очереди в детские сады стояло 1 миллион 684 тысячи детей В этом контексте поручаю сделать следующее Во-первых, во всех регионах реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских садов Отвечающих современным требованиям Или предоставить под них соответствующие помещения Поистине страшная проблема Насилие в отношении детей По официальным данным МВД В 2009 году от преступных посягательств Пострадали более 100 тысяч детей и подростков Только вдумайтесь в эту цифру Многие факты просто переворачивают душу Детей Чаще всего сирот Детей из неблагополучных семей Вовлекают в наркоманию, проституцию В другие криминальные сферы Мерзавцев, которые этим занимаются Нужно наказывать самым суровым образом Считаю Нужно раз и навсегда Закрыть доступ В образовательные и воспитательные учреждения Тем, кто был осужден за любые насильственные преступления Или вовлекал детей и подростков в преступную деятельность Таких людей на пушечный выстрел Нельзя подпускать к детям Долг всего общества Сформировать атмосферу нетерпимости К проявлениям жестокого обращения с детьми Выявлять и пресекать подобные случаи Я знаю, что в ряде регионов Созданы кризисные центры Для оказания помощи в случаях семейного насилия Опыт такой работы накопленный в Санкт-Петербурге И в Оренбургской области И в Ханты-Мансийском автономном округе И, надеюсь, должен быть взят на вооружение Во всех регионах нашего государства Завершая тему, подчеркну Детство и юность Это тот период в жизни человека Когда определяется его будущее То самое время, когда каждый впервые пробует Для себя что-то, открывает, экспериментирует И ничего не боится Дух новаторства, желание что-либо делать новое Дерзость мысли Все это сегодня очень нужно нашей стране И мы очень рассчитываем на энергию И амбиции молодых На их желание работать сообща И вместе добиваться поставленных целей Продолжение следует...